Что такое дружба? Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. А кого мы зовём другом? Друг – это человек, который связан с кем-нибудь дружбой. Это тот, с кем мы общаемся. Но настоящего друга найти непросто. Каким должен быть настоящий друг? Друг – это тот человек, который тревожится, волнуется, переживает за своего товарища, то есть несёт ответственность за своего друга. Все человеческие отношения содержат в той или иной степени элементы дружбы. В семье, в классе, в отряде, в команде. Дружба – это когда друзья всё делят пополам? Есть у меня товарищ Федя. Он очень жаден и упрям. Мы стали с ним делить медведя и разделили пополам. С тех пор никто на свете снова обоих мишек сшить не смог. У Феди мишка безголовый, а у меня без задних ног. Да уж, не скажешь, что друзья здесь друг к другу относятся уважительно и не жадничают. Прозвали Лёшу ветчиной. И ходит Лёша сам не свой и на лице страданий. Не понимает он того, что надо только и всего, чтобы отстали от него не обращать внимания. Да уж, как некрасиво обзываться. Однажды Саша принёс в школу электронную игру – футбол. К нему тут же подбежал Максим и закричал. Мы же с тобой друзья, давай вместе играть. Давай, согласился Саша. Подошли и другие ребята. Но Максим заслонил от них игру. Я Сашин друг, гордо сказал он. Я буду с ним играть. На другой день Денис принёс в класс трансформеров. И опять первым возле него оказался Максим. Я твой друг, опять произнёс он. Будем вместе играть. Но тут подошёл Саша. И меня примите. Нет, не примем, сказал Максим. Почему? Удивился Саша. Ты же мой друг, сам вчера говорил. То вчера, объяснил Максим. Вчера у тебя игра была. А сегодня у него роботы. Сегодня я с Денисом дружу. Ой, как неподружески поступил Максим. Дружить нужно не для того, чтобы друг тебе что-то хорошее сделал. Не потому, что это выгодно. Дружить нужно потому, что этот человек тебе близок. Близки его интересы, взгляды и внутренний мир. Друзья всегда должны поддерживать друг друга и сопереживать друг другу. Жили две неразручные подружки первоклассничек. Обе они маленькие, розовощёкие, светловолосые. Они очень походили друг на друга. Обе их мама одевали в одинаковые платья. Обе учились только на пятёрке. Мы во всём, во всём одинаково с гордостью говорили девочке. Но однажды Соня, так звали одну из девочек, прибежала домой и похвалилась маме. Я получила по математике пять, а Вера только тройку. Мы стали уже не одинаковые. Мама внимательно посмотрела на дочку. Потом сказала грустно. Да, ты стала хуже. Я? Удивилась Соня. Но ведь тройку-то получила, не я. А тройку получила Вера. Но она ведь получила её, потому что болела. А ты обрадовалась, и это значительно хуже. Да уж, лучше бы Соня поддержала свою подругу и помогла ей изучить ту тему, которую она пропустила. Умей сопереживать и поддерживать друга. Друзья не должны обижать друг друга. Не нужно ссориться из-за мелочей. Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в школу вместе. То Маша заходила за Таней, то Таня заходила за Машей. Один раз, когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще. А Таня в одном платье, а Таня в одном платье. Девочки побежали. Сними свой плащ, мы накроемся вместе, крикнула на бегу Таня. Я не могу, я промокну. Нагнув голову с капюшоном, ответила ей Маша. В школе учительница сказала, как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое. Как же это случилось? Ведь вы же шли вместе. У Маши был плащ, а я шла в одном платье, сказала Таня. Как вы могли бы укрыться плащом, сказала учительница. И взглянув на Машу, покачала головой. Видно, ваша дружба до первого дождя. Обе девочки густо покраснели. Маша за себя, а Таня за Машу. Необходимо помогать друг другу в трудную минуту. Прочитав эти короткие рассказы и стихотворения, у нас получилось несколько правил дружбы. Первое. Надо всегда помогать товарищу. Второе. Надо быть чутким. Третье. Нельзя быть равнодушным к горю друзей. Четвертое. Нужно быть честным и искренним в дружбе. Пятое. Хвастаться плохо. Дружба – это не работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова